Сейчас будет второе. Мы едем в горы. Снега не видать. 6 градусов тепла. Рассказать, видите, у меня такая красивая наклеечка есть. Сегодня мы круг почета делаем. Хотим на большинстве игроков покататься. Вокруг выховели. Вокруг всего. Меня сегодня сбили. Мужчина большой, тяжелый. На большой скорости. Хотели даже вызвать доктора. Мы уже через 3 дня нам выезжать. И мы все дружненько заболели. Ну, мы уже выздоравливаем. Мама с папой не болели. Вот. Как-то вот так. И чемоданы упакованы. Костюмы. Осталось положить только шлемы. Едем на лыжи. Девять часов, три минуты. Мы собраны. Можете раздеться, господа. Ехать долго. Все сложили. Выезжаем из дому. Километраж обновили. Добираемся сегодня в Каменец-Подорск. Мы уже выехали из Одессы. Едем по Киевской трассе. Первая остановка у нас будет в Виннице. Нам осталось 230 километров до Винницы. Сегодня мы остановимся в городе Каменец-Подорск. И завтра уже едем к Каменец-Подорску. Наша дорогая. Наша остановочка в Виннице. Мы заправились. И сейчас еще заправимся едой. Даже без Макдональдса. Будем кушать. Пакетики. Подкрепиться. И ехать дальше. Веста нету, поэтому будем кушать по дороге. Так как мы ехали через Винницу, наш маршрут Одесса-Каменец составил 613 километров. И с учетом перекусов у нас получилось чуть-чуть больше 8 часов времени. Так, мы уже побуждали и зашли. Оп, уже заселились в фиолет. Вот тут комната с мягкой кроватью. Да, мы уже отдыхаем. Да. После дуру. С камином, который не веет искусственным. И самое главное, вид на... Крепость. Крепость. Вот родители будут на этой кровати спать, а мы на этой. Вечерный кабинет в Подольск. Татушь. Очень красивые фонарики, бруковочка. Все в стиле старого города. Уютные очень. Так, у папы есть фоточка с этим чувачком. Повторим. Он на улыбку смотрит. Сейчас я вас сфоткаю. Да, на улыбку смотрит. Что-то знает. Реально? Что-то знает. Мы очень вкусно поужинали в пиццерии. Можно отметить то, что уже начались карпатские порции. Это совсем вам не Одесса. Здесь пицца. Это... Вон ты купишь. Очень вкусная. Большая тесто. Очень тоненькая. Ну, обалденно. Рекомендую. Чуть-чуть побольше. В Каменце обязательно посетите. Очень вкусная. Возле ориентир, возле кареты. И вниз. Прямо отличная пиццерия. Вроде как непримечательная. Менюшка такая себе на самом деле. Она оттолкнула даже. Ну, вы как себе думаете? По описанию пиццы и так далее. А вообще вкусно. Крумные пиццы. Мы заказали, дуру, две штуки и не смогли съесть. Никак не вообще. Как вам дорога? Удивительно. Дорога... Ну, скажем так. За последние четыре года, которые мы... Ездим в эту сторону. Могу сказать, что дорога стала намного лучше. Намного. И мы, по-моему, даже намного быстрее ехали. Вот. Ну, возможно, нам еще повезло с погодой. Потому что в прошлом году мы были. Я помню, было очень холодно. Было больше снега. Прям дубарь был. В этом году намного теплее. Сейчас буквально где-то нуль, наверное. Ну, комфортно. Очень ветра нет. Тут супер погода. И трасса вообще чистая. Ну, понятно, Киев-Одесса была загружена. Был период... Где-то в Мельницком там была такая однополосная. Немножко неудобная. Но в целом намного лучше, чем раньше. Так что... Так что уже комфортнее ездить в Буковель. Да, кстати. И уже время дороги идет быстрее, чем раньше. Потому что мы уже много... Да, потому что вы уже подросли. И с вами намного комфортнее путешествовать. Я очень сильно обожаю фонари. Всякие разные. В каждом городе я тащусь просто от различных фонарей. И вот в Европе им отдельное спасибо. Чем ближе к этому спорту, тем кучи фонарики. Это друг, чувак Макса. Он смотрит в сторону. Кореш, кореш. Свой кореш не по погоде, а дед папа. Так, кстати, чувак замерзешь. Ну, конечно, невозможно ответить. Национальный природный парк Подольские тавры. Который вошел в число 7 природных чудес Украины в 2008 году. И с 13 июля 2017 года Национальный парк Подольские тавры входит в мировое наследие ЮНЕСКО как один из массивов Буковых лесов Карпат и других регионов Европы. Охочусь за хорошими кадрами. Для инстаграма. Заходите в мой инстаграм. Там вы намного раньше увидите все наши путешествия. Ну и, конечно же, в тикток. Вот именно тут дорога идет прямо к крепости, а рядышком прямо находится наш апартамент. Сейчас ему, конечно, не видно. У нас утро нового дня. Дистанционка работает. Я хочу помочь. Вторая работает. Ну, пока путешествуем, еще успеваем немножко поучиться. Это печалька. Это печалька, говорит Настя. Каменец Подольский находится на третьем месте в Украине по количеству достопримечательностей культурно- и исторического значения, уступая только Киеву и Львову. На его территории расположились свыше 200 объектов различной исторической ценности, хранящей некое древнее могущество этого населенного пункта. Необходимо отметить, что крепость и старая часть города претендуют на включение в перечень ЮНЕСКО. Масса положительных эмоций ожидает после посещения старой крепости, в которой проводились съемки популярных отечественных фильмов. Сооружение было возведено в XVI веке. Крепость построена во времена до появления огнестрельного оружия, поэтому башни, замка и города были построены полностью каменными. В крепости проводятся различные фестивали. Последняя столица, земля героев. Ежегодно здесь проходит фестиваль воздушных шаров. Также популярной достопримечательностью является кафедральный собор, который признан одним из лучших строений подобного типа во всей Европе. Новоплановский мост построен над каньоном реки Сморич в 1874 году. До того, как город разрастался, ему стало уже тесно в своем расположении у каньона и решили расширяться за пределы каньона. Семипрогонный мост, переброшен над каньоном, соединил старый город с новым. Его общая длина составляет 149 метров. Выста варьируется до 38 метров. С моста открывается невероятный вид на весь каньон и даже видно гончарную крепость. Рядом с мостом расположен сквер. Местные дали ему название «Лебединое озеро». И действительно, в самом сквере есть озеро, на котором обитают представители этого вида. Очень красивые скульптуры, очень завораживающие сделанные скамеечки, фотозоны. В общем, я думаю, конечно, весной и летом здесь намного красивее работают фонтаны. Но я вас уверяю, что даже если вы приедете зимой и прогуляетесь, вы получите массу впечатлений ярких. Если вы не останетесь разочарованными, это точно. Так проходит контрольная по математике дороги. Так, второй день. Мы добираемся до нашего месторасположения, в Ясыне. И уже 2 часа дня, а на улице дождь. Мы едем в горы, снега не видать, 6 градусов тепла. До Буковеля 2 часа дня. До Буковеля осталось 2 часа, снега нету вообще. Я надеюсь, что нам удастся хорошо покататься. А сегодня у нас? Сегодня у нас 7 декабря, февраля. 7 февраля, снега нет. Плюсовая температура, идет дождь. Веселуха. Я надеюсь, мы не будем кататься по льду. Я тоже на это надеюсь. Ну, дорога, идя в гору, все-таки привела нас в заснеженные улицы. Увидев снег, мы очень обрадовались. Наконец-то зима. И мы добрались до Буковеля. Первый паркинг. Сейчас пойдем, возьмем какие-то наклейки про вакцинацию. И купим Насте скипас. Насте 10 лет, поэтому заранее в интернете покупать скипас вене, ну, невыгодно, можно сказать. Можно его покупать прямо здесь, потому что детям и так скидка... Сколько на Настю скидка должна быть? 30. 30% на скипас детский, поэтому мы сейчас по дороге в наш отель заехали в ВУК, чтобы купить скипасик для Настюши. И завтра, если будет хорошая погода, будем катать. Настроение уже зимнее, идет слежок. Классно, ветра нет особо. Все уже тут в лыжах, народ был балом. Уже вечер, люди уже откатались сегодня, наверняка. А мы счастливые, довольные, что мы доехали и бежим за скипасиком. Так, ночное катание 200. Это с 9 до 12. Интересно. И что у нас еще есть? 5 дней. 5 дней. 4 600. Мы брали после 200, по-моему, в интернете. В общем, в принципе, цены особо не выросли. Летячий надо 5 дней на выбор. Я на выкупе, когда суша со скипасом, на нас все обошлось. На 5 дней на выбор 3 600. На 2 сезона. На 2 сезона есть эта карточка. Скажи, ты добавляешь? Да. Будем ждать хорошую погоду и завтра пойдем катать. Так, мы приехали. Наше вело называется Уславика. Мы тут отдыхаем уже не первый год. Всегда вкусненько, уютненько, чистенько и тепленько. Так, наш резовый конь пытается заехать сюда задом. Потому что передом скользим. Резина зимняя, но как-то скользковато. Как красота. Идет снежок. Вообще клево. Да, Настяш? Да, Настяш? Да, шеворот попал. Да. О, кстати, по тут. И мы заселяемся. У нас два номера напротив. Это детки. Это мы. Это наш номер. Мы в прошлом году были тут же. Пока раскладываемся. У нас кроватка. Телевизор. Маленький балкончик. Ну и санузел. Наш санузел. Душевая кабинка. Очень тепленько. Все чистенько. Полотенечки. И детский номер напротив. У них красота. Тут в номере мы уже еще не были. Да, в этом номере мы еще не были. Где-то тоже большая кровать. Здесь телевизор. И у них отличный большой балкон. У которого открывается вечером. Вот такая красота. О, еще и пахнет швачками. Супер вообще. Вам нравится? Да. Все, готовимся на лыжи. Сейчас покажу еще их санузел. Где у вас тут включается свет, не знаю. А вот тут. Вот. У них такой побольше даже. Ну, для лыж по мне достаточно. Все, батареи горячие. Вешалочки есть для суши. Тут тоже большая батарея. Самое главное, что тепло, уютно. Еще здесь очень вкусно кормят. Это да. Так, мы выезжаем. Сейчас заедем. Нам посоветовал Слайк, что можно взять все лыжи и ботинки здесь, прямо в Ясыне. Поедем, выберем себе оборудование и катаем. Пятый у тебя, куда шел, что-то пятый есть. Ну, тридцать пятый. Мы уже забрали свои лыжи, упаковались. Прокат рекомендуем. Мальчик очень приятный. Обслужил, все подобрал. Можно приехать поменять, если что-то не устало. Супер. Прокатerek. У-ху! Итак, мы приехали. Паркуемся возле 14-го подъемника, если там людишки есть, очереди пока нету, сейчас 10 часов, пока мы добрались, взяли лыжи, переодеваемся и едем катать. Первые сложности. Паркуемся возле 14-го подъемника. Мам, ты видела? Так, 14-й подъемник, мы уже на туре, солнышко пробивается за темной стучкой. Да, мы едем, папа, показаться. 15-я, синяя. 15-я, синяя едем. Или 22-я, хотите 22-ю? Давай 22-я, я люблю 22-ю. А потом на 15-ю. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будет второе ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 уже три часа дня мы сегодня накатались может быть еще покатимся кстати забыла вам рассказать ведь у меня такая красивая наклеечка есть это когда берешь скипас если у вас есть вакцинация вам дадут такую наклеечку и сюда клеишь и должны везде пропускать но если честно я вообще ни у кого этих наклеечек кроме нас больше не видела ну и особо сегодня мы не ходили по заведениям поэтому не знаю работает она или нет второй день выгружаемся солнышко ясное свете мы едем катать так время у нас уже 10 часов почти без 10-10 и мы готовы к каталочке а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы круг почета делаем. Хотим на большинстве горках покататься вокруг Буковелли. Вокруг всего. Сейчас мы на 11-й горке. Мы не поднимаемся оттуда, поднимаемся на самый верх, самую высокую точку Буковелли. С нее мы, получается, спускаемся на 8-ю. Потом поднимаемся на 5-ю и пошли так вот по кругу. Это прикольно, когда есть вроде как отдельные трассы, вроде как они все соединяются. Можно кататься так вот по трассам, по кругу, по разным горкам. А еще мы ищем всякие штучки. Например, там милки, фото-зоны. Милок. Зайчика еще. Да, зайчика, который едет на лыжах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, моя первая авария. Меня сегодня сбили мужчина, большой, тяжелый, на большой скорости. Тормозила метра три, хорошо, шлем не стерся, хорошо, что у меня есть такая маска. Моя защитная. Голова трещит, очень. Сразу удар в спину, падение и снег, да, все. Ну, как-то так, но это было больно, я даже плакала, если честно. Тот-тот. Все нормально? Причем это была синяя трасса, но она соединяется там, говорят, где-то свыше. Ну, в общем, вообще там стартует 11F. Только самое начало 11F, все ехали медленно, кстати, там было много детей. Тут меня здоровый мужик сбивает на огромной скорости. В общем, не прикольно. Совсем другие ощущения. Когда ты падаешь, у тебя есть возможность сгруппироваться. А когда тебя сбивают, там секунды, и ты ничего не собираешься. Все. Вот так. Будьте аккуратны и не сбивайте людей, тех, кто хорошо катается, пожалуйста. Все нормально? Да, все нормально. Мы сразу испугались и хотели даже вызвать доктора. Ну, вроде я живая, все нормально. Не чувствую, чтобы что-то поломало. Немножко худит в голове. Мы уже с одной съехали и поднялись. Да найти бы в дыню, да, Тимур разочек. Ну, да, на синей трассе так летать, конечно, не стоит. Еб***ь, летают на синей трассе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы сейчас на 12-м подъемнике, получается. Нам сказали, это самая высокая точка Буковеля. Сюда можно добраться либо с 8-го, либо с 11-го подъемника. Мы немного покатались, мы спустились с 11-го подъемника, пересели на 8-й, с 8-го спустились, аж на 5-й поехали. Потом уже с 5-го спустились только к этому подъемнику, к 12-му подъемнику. Сейчас поднимаемся наверх, смотрим первый раз на этой трассе. Тут еще ни разу не были. Может быть, какая-то фотозона прикольная. Вид хороший должен открываться. Как-то так, в планах поехать потом на другую сторону, переехать через 5-й подъемник, спуститься по 5-й трассе и там переехать уже на другую сторону. А так увидим. Волши. Стрядцева. Извали. Пробегите. 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 Мы сейчас находимся на горе Догой. Самая вершина. Погода отличная. Сегодня солнышко. Видно окрестные горы. Много людей. Будем ехать по осенней. Мы еще здесь не спускали. 12b. Красота. Снимают видео. Все фоткаются. Отличная кафешка. Видно где-то в той стороне у нас Драгобрат находится. И с другой стороны видно Надеюсь что это Гаварлос. Скорее всего это Гаварлос. Едем дальше. Делаем круг. Букавили. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok конечно но очень-очень было неприятно в общем там организовано все это там школа я так понимаю буковелевская лыжная поэтому в общем не понравилось а в остальном откатали были надолго и сегодня сделали большой круг по буковели у нас осталось только два подъемника которых мы катаем это красный синий это 1 и 13 1 мы не взяли потому что там мы заметили огромную очередь поэтому вы решили сегодня туда все-таки не поехать а вот а 13 это был у нас практически завершающий перед 14 и в общем мы посмотрели что мы еще там не прокатали еще трассы рядом 7 15 поэтому решили срезать в общем решили его оставить на потом и конечно 16 но мы еще не настолько спортсмены чтобы брать черные трассы вот так что у нас сегодня большой тур по буковелю а также мы выиграли призы милки у нас есть сиденье и сумка вот так что фоточки предлагаем